Видео подготовлено сайтом online.dz.net. Здравствуйте! Решим задание 446. И нам нужно вычислить и пункт А. Нам нужна дробь 5 девятых умножить на дробь 4 седьмых. Чтобы умножить дробь на дробь, нужно числитель умножить на числитель, а знаменатель на знаменатель. 5 умножить на 4 будет 20. 9 умножить на 7 будет 63. То есть получаем 20 шестьдесят третьих. Пункт В. 7,11 нужно умножить на 22 пятых. Чтобы дробь умножить на дробь, нужно числитель умножить на числитель, а знаменатель на знаменатель. Давайте посмотрим внимательно на дробь, которая у нас получилась. И числитель и знаменатель можно сократить на 11. Здесь мы 11 сокращаем на 11. 1 получаем. Здесь 22 на 11. Получаем 2. То есть 7 умножить на 2. 14. У нас остается в числителе и только 5 знаменателей. Причем 14 пятых дробь неправильно. Можно для окончательного ответа выделить целую часть. Можно, конечно, и в таком виде оставить. 14 делим на 5 с остатком. 10 делится на 5. Получаем 2. То есть получаем 2 целых. А 14 минус 10 будет 4. То есть 4 еще в остатке. Или 4 пятых получаем. Пункт В. минус 14 в семнадцатых умножаем на 1 третью. Умножаем отрицательное число на положительное, поэтому у нас минус будет перед всем произведением. И теперь мы числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель. То есть, простите, 17 на 3. Получаем минус 14 на 1 – 14, а 17 умножить на 3 будет 51. То есть получаем минус 14 пятьдесят первых. И пункт В. Последний минус 5 восьмых умножаем на минус 8 пятых. Мы умножаем отрицательное число на отрицательное произведение двух чисел с одинаковым знаком. Есть число положительное, поэтому просто о знаках забываем. И числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель. 8 и 8 сокращаются, 5 и 5 сокращаются, единички остаются. И в итоге мы получаем одну целу. То, что 1 получаем в числителе и 1 в знаменателе. Ну и выполнили задание 446. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.